ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это непрерывное дистанционное исследование водяного пара в атмосфере Земли. Разработка представляет собой небольшой прибор, состоящий из датчиков, которые собирают данные о влажности воздуха, давлении и температуре. Его приемники установлены на здании Института физики КФУ. Эта система позволяет прочитать неоднородность в трамосфере с использованием анализа сигналов с GPS и GPS спутников. То есть, когда у вас есть система и с ней идут сигналы, вы можете определить точное расстояние до спутников от места, где вы находитесь. И на сигнал, когда он летит, он испытывает всевозможные изменения из-за того, что и происходят процессы в атмосфере. Начинающие радиоастрономы с делом не ограничились. На сегодняшний день перед ребятами поставлена задача доработать программное обеспечение, чтобы полностью автоматизировать процесс метеонаблюдений прямо на площадке КФУ. Они продолжают улучшать автономный программно-аппаратный комплекс, методику, а также уплотнять сети метеостанций и постоянно действующих приемников сигналов GPS ГЛОНАСС в Казани и за ее пределами. Вся кафедра радиоастрономии, на самом деле, так или иначе связана с этим проектом. Они все добавляют свои вклады, свои компетенции. И получается очень неплохая команда, которая работает слаженно и которая дает публикации, дает результаты, ну и позволяет вообще двигать науку вперед. Кроме того, исследования университетских физиков позволят улучшить программы для GPS-навигаторов и даже системы навигации беспилотных автомобилей, поскольку водяной пара в атмосфере служит существенной помехой при определении координат объектов. Учитывая этот фактор, можно с уверенностью сказать, что усовершенствованные навигационные системы уже не за горами. Адель Шамилова, Роман Самарин, Неверньюс.